В час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появилось двое граждан. Первый из них, приблизительно сорокалетний, одетый в серенькую летнюю пару, был маленького роста, темноволос, упитан, лыс. Свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а аккуратно выбритое лицо его украшали сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Второй – плечистый, ржеватый, вихрастый молодой человек, заломленный на затылок клетчатой кепки, был в ковбойке, в жеваных белых брюках и в черных тапочках. Писатель, драматург, театральный режиссер, автор одного из самых загадочных произведений русской литературы XX века – Михаил Булгаков. 15 мая 2020 года великому писателю исполнилось бы 129 лет. Признанный гений слова, на книгах которого выросло не одно поколение читателей. Его знают и любят не только на родине, но и во всем мире. Михаил Афанасьевич Булгаков родился в Киеве в 1891 году. Его отец, Афанасьй Булгаков, был преподавателем Киевской духовной академии. Мама Варвара Булгакова была учительницей в гимназии. Именно мама прививала своим семерым детям любовь к книгам. У Булгакова была большая библиотека. Будущий писатель любил произведения Пушкина и Толстого, приключенческие романы Фенемора Купера, сказки Салтыкова и Щедрина. А любимым его автором был Гоголь. Михаил Булгаков с детства отличался артистичностью и любовью к театральным постановкам. В семье часто разыгрывали домашние спектакли, в которых автором комических сценок выступал именно он. Михаил Булгаков поступил на медицинский факультет Киевского университета. С будущей профессией он определился очень быстро, потому что оба его дяди были врачами и очень хорошо на этом зарабатывали. Это и стало определяющим фактором в выборе профессии. В 1916 году он успешно сдал экзамены и получил степень лекаря с отличием. Диплом врача грозил мобилизацией и очередной отправкой места боевых действий. После начала Первой мировой войны Булгаков был направлен работать врачом в отдаленное село, где написал свои первые рассказы. В начале 1918 года он вернулся в Киев. Трагические события из этого периода жизни отчасти отражены в романе «Белая гвардия». В конце сентября 1921 года он переезжает в Москву. Этот город не был для него родным. Здесь все приходилось начинать сначала. Искать работу, жилье, строить литературную судьбу. Когда читаешь его произведения, трудно представить, что их написал не москвич, а коренной киевлянин. За свою жизнь он написал огромное количество произведений. «Собачье сердце», «Белая гвардия», «Багровый остров», «Зойкина квартира», «Иван Васильевич», «Записки врача». Его творческая судьба сложилась крайне неординарно. Период популярности сменился запретом на печать. Пьесу «Дни турбиных», созданную на основе книги Булгакова «Белая гвардия», любил Сталин. А вот о других его произведениях советская пресса отзывалась негативно. Но роман «Мастер и Маргарита» – это один из самых ярких и загадочных произведений за всю историю мировой и русской литературы. Это был последний роман писателя. Его он дописывал уже будучи больным. 13 февраля 1940 года был последним днем работы над романом. Первая попытка экранизировать «Мастера и Маргариту» была предпринята в 1972 году. И, конечно, каждому советскому зрителю известен фильм «Иван Васильевич меняет профессию», в основу которого легла пьеса Булгакова. В сегодняшний день Михаил Афанасьевич Булгаков остается одним из самых читаемых русских писателей. А с его произведениями вы можете ознакомиться в юношеском филиале Гродницкой областной научной библиотеки имени Ефима Карского. В одной из книг Булгаков писал «Все пройдет, меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них?» Редактор субтитров А.Семкин